Здравствуйте, в эфире программа подробностей. Сегодня подробно о налогах, о том, что меняется с этого года, как рассчитывается, где повышается, где понижается. Обо всем этом говорим с заместителем, руководителем управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области Алексеем Лащеновым. Здравствуйте, Алексей Васильевич. И первое. С 1 января 2015 года в Рязанской области применяться будут новые расчеты по налогу на транспорт, по транспортному налогу в связи с изменением ставок налога для физлиц и отмены ряда налогов в год. Также новые расчеты по земельному налогу. Тут в связи с началом применения новых результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов и по налогу на имущество физических лиц в связи с переходом на исчисление налогов как раз по кадастровой стоимости. В связи с этим, насколько изменится налоговая нагрузка владельцев транспортных средств, владельцев жилых помещений, владельцев земельных участков в городе Рязани в 2015 году? Ну, действительно, изменений много. Давайте разбираться последовательно. Что касается транспортного налога, то решение по изменению ставок транспортного налога и льгот по этому налогу принималось, я напомню, в конце 2013 года. Сейчас, в 2015 году мы будем рассчитывать налог уже за 2014 год, вот как раз учитывая эти изменения. Что касается ставок налога, наверное, самая злободневная такая проблема. Ну, вот я принес с собой примеры такие. Была ставка налога в 2013 году по основным типам транспортных средств, это автомобили до 100 лошадиных сил. Легковые автомобили, соответственно, 8 рублей за одну лошадиную силу, стала ставкой 10 рублей за одну лошадиную силу. Если сравнивать, соответственно, вот этот расчет транспортного налога, а точнее установление такой ставки, такая ситуация находится в прерогативе законодателя-субъекта Российской Федерации с другими регионами, скажем, от региона, который граничит с Рязанской областью, то все равно эта ставка транспортного налога по основным типам транспортных средств, она одна из самых низких вообще в Центральном федеральном округе. Ну, скажем, вот Нижегородской области за одну лошадиную силу по легковым автомобилям до 100 лошадиных сил. Налог установлен в размере 22 рубля, Пензенской области 21, Владимирская 20, Тамбовская 20, Республика Мордовия 17, Липецкая область 15, Рязанской область 10. Если говорить вот о конкретных налоговых обязательствах, скажем, автомобиль, мощность двигателя 83 лошадиные силы, значит, была сумма налога в 2013 году 664 рубля, станет, соответственно, сумма налога 830 рублей. Машины мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил, тоже легковые автомобили, значит, была ставка налога у нас 15 рублей за лошадиную силу, станет ставка налога за 2014 год 20 рублей за одну лошадиную силу. Также обращая внимание наших зрителей на то, что эта ставка, она является одной из самых низких в регионах Центрального федерального округа. Ну, тоже вот для сравнения, да, еще раз говорим о машинах от 100 до 150 лошадиных сил. Скажем, вот в Московской области эта ставка 34 рубля, в Нижегородской 31 рубль, Тамбовская 30, Пензенская 30, Республика Мордовия 25, Рязанская область 20. То есть, несмотря на то, что у нас повышение произошло по транспортному налогу основных ставок, по основным типам транспортных средств, тем не менее эти ставки, они по-прежнему остаются одними из самых низких в Центральном федеральном округе. Налоговое уведомление мы, соответственно, направим по транспортному налогу, а равно как и по земельному налогу, по налогу на имущество физических лиц в середине 2015 года. Ну, а что касается земельного налога, вы задавали вопрос, то здесь тоже произошли определенные изменения, связанные в первую очередь со вступлением в силу новых результатов, кадастровой оценки по землям населенных пунктов, в том числе и по землям, которые расположены на территории города Рязани. Значит, эти изменения вступили в силу с 1 ноября 2014 года. Утверждена новая кадастровая стоимость постановления Министерства имущественных отношений, имущественных и земельных отношений Рязанской области, номер 10-П. Каждый владелец налогооблагаемого земельного участка может узнать информацию о новой кадастровой стоимости своего участка, обратившись, например, на публичную кадастровую карту Росреестра, она размещена на сайте Росреестра, или получив официально бесплатно кадастровую справку о кадастровой стоимости участка. Если говорить о конкретных примерах, насколько произойдет изменение в налоговой нагрузке на владельцев земельных участков, скажем, участки для индивидуального жилищного строительства площадью 6 соток, усредненная такая площадь, город Рязань. Значит, была кадастровая стоимость в одном из районов города 648 тысяч рублей такого земельного участка, станет с 1 ноября 2014 года 791 тысяча, соответственно, был налог 842 рубля, станет налог 1028 рублей. И я напоминаю, что по этим новым результатам кадастровой оценки мы также направим расчет налоговых обязательств в едином налоговом уведомлении. Что касается третьей составляющей вашего вопроса по налогу на имущество физических лиц, да, мы также имеем ситуацию, когда с 1 января 2015 года целиком Рязанская область переходит к осчислению этого налога по кадастровой стоимости. Объектов капитального строительства не поинтересованы, как было раньше, именно по кадастре приближены к рыночной оценке. Но я сразу хочу успокоить и заверить наших слушателей, налогоплательщиков, что расчет налога на имущество физических лиц за квартиры, нежилые помещения, сооружения будет производиться налоговыми органами только в 2016 году, за 2015. То есть это в 2016 году? Это в 2016 году, да. А что касается налоговых уведомлений, которые мы получим в 2015 году, то расчет этого налога будет производиться за 2014 год по-прежнему, по старой инвентаризационной стоимости. Более того, эта инвентаризационная стоимость в соответствии с федеральным законодательством для расчета налога за 2014 год используется по состоянию на 1 января 2013 года. То есть еще раз повышение налогов на физических лиц следует ожидать в 2015 году в части транспортного налога и налога на земель. И земельного налога, совершенно точно. И по земельному налогу, обращаю ваше внимание, по землям не всех категорий, например, изменения кадастровой стоимости не коснулись по такому виду земельных участков, как садовые, дачные, огородные, расположенные за границей населенных пунктов. Речь идет только о землях населенных пунктов. Вернемся к транспортному налогу. На последней пресс-конференции в налоговой инспекции был озвучен общий размер задолженности по налогу владельцев транспортных средств. Вот 420 миллионов эта цифра составила. При этом поступление налога в 2014 году составили 664 миллиона. То есть практически чуть ли не половина денежек не собрано. Какие меры в связи с этим сейчас предпринимаются? Как боретесь с неплательщиками транспортного налога? Ну, здесь есть определенное заблуждение. Вот цифра, которую вы озвучили, 420 миллионов – это накопившаяся задолженность физических лиц по транспортному налогу за несколько лет. Это и за 2013, и за 2012, и за 2011 год, соответственно. А цифра 664 миллиона рублей – это поступление транспортного налога только в 2014 году. Вообще, показатель администрированного налога, он всегда определяется уровнем собираемости. То есть есть определенный потенциал, общее количество налогооблагаемых машин, соответственно, и есть планируемая цифра для поступления транспортного налога в бюджет. Вот у нас такая собираемость в 2014 году, она была самой высокой за все годы работы налоговой службы в Рязанской области. Порядка 89% транспортного налога мобилизовано. Ну, как вы понимаете, оставшиеся 11% – это как раз та самая реальная задолженность по транспортному налогу, плюс еще накопившиеся за предшествующие годы, которые мы отрабатываем в взаимодействии со службой судебных перестов. Значит, какие меры предпринимаются для обзыскания задолженности? Ну, конечно, в первую очередь у нас прошли сроки уплаты в ноябре месяце 2014 года. Сразу неплательщикам были направлены требования на уплату транспортного налога. Требования включают уже не только сумму налога, но и пенни за каждый календарный день просрочки уплаты налогового платежа. Если по этим требованиям владелец транспортного средства не погасил задолженность по транспортному налогу, то в течение декабря-января месяца, и вот уже февраль, соответственно, заканчивается, мы направляли судебные приказы к мировым судям для обзыскания налога в бесспорном порядке. Если налогоплательщик не возражал в связи с этим, то по судебным приказам уже возбуждается исполнительное производство, а принудительное взыскание суммы транспортного налога из владельцев транспортных средств. Вот порядка 199 миллионов рублей задолженности по транспортному налогу таким способом было мобилизовано в прошлом году. Ну и дальше передаются материалы уже в службу судебных приставов, в том числе и для списания денежных средств в счет уплаты транспортного налога с кредитных карт, с расчетных карт, которые есть у физических лиц. Это новая форма, такая взаимодействие. Да, совершенно правильно, это изменения, которые были внесены в федеральный закон об исполнительном производстве. Мы с судебными приставами во взаимодействии очень активно, соответственно, эту форму принудительного взыскания с неплательщиков транспортного налога адаптируем, применяем. Поэтому хочется специально обратиться к владельцам транспортных средств о том, что ни один неплательщик транспортного налога не уйдет, используя внимания федеральной налоговой службы и службы судебных приставов. Кроме того, я напоминаю, что это будут дополнительные расходы не только по самому налогу, но и пении, но и штрафы предусмотрены действующим законодательством, исполнительные сборы и так далее. Поэтому своевременно получайте информацию о наличии налоговых долгов через личный кабинет налогоплательщика физического лица или обращаясь в налоговую инспекцию и исполняйте обязанность по уплате транспортного налога. Что ж, благодарю вас, Алексей Васильевич. Несмотря на то, что, наверное, в целом оптимизма у наших зрителей после просмотра этой программы не прибавилось, налоговая нагрузка вырастет, хоть и далеко не так значительно, как в ряде других субъектов Российской Федерации, но что делать, это жизнь налоги надо платить. Алексей Лосенов, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области, был гостем программы «Подробности». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова